Дом цвета осени. Нельзя сказать, что Колька очень уж ждал похвалы или там чего-то такого за то, как он себя проявил, но он совершенно не ожидал того, что вместо благодарности будет строжайшая отповедь, да еще вдобавок и не ему даже, а Пал Палычу. Равнин, узнав о произошедшем, долго его отчитывал, особо напирая на то, что он, Пал Палыч, опытный оперативник, потащил с собой в призрачную Москву молодого парня, который даже и в отделе-то сидит, если и не на птичьих правах, то уж без году неделя точно. А что если бы? И дальше следовала целая куча предполагаемых бед и несчастьй, которые могли бы свалиться на голову Кольке. Он было попытался вякнуть, что по своей инициативе за Пал Палычем увязался, но слушать его не стали, посоветовав помолчать. — Пойдем отсюда, Николенька, — услышал он голос Тит-Титыча, — не дело тебе тут сейчас быть. Колька рассудил, что призрак бывалого сотрудника плохого не посоветует, и тихонько удалился, хотя это было и вне субординации. На крыльце стоял Герман, смотрел на падающие снежинки. Москву усиленно заметало снегом, видимо, зима компенсировала непрекращающейся метелью и абсолютно бесснежный январь, и курил сигарету. — Что? — Чистят Пашку. — дружелюбно спросил он. — Ага, — виновата кивнул Колька. — По полной. — И правильно. Герман выпустил кольцо дыма. — А что, если бы ты им с дуру имя свое назвал? Или, не приведи Господь, заплутал в переулках? Так бы и бродил по осколкам реальностей до сих пор. — И чего? Не выбрался бы. У Кольки по коже пробежал морозец, но он смело и отважно решил, что это из-за пронизывающего ветра. — А кто бы тебе выход показал? Сам подумай. Герман с аппетитом затянулся. — Духи, что ли? — А как же... — Колька засыпел. — Как-как? — Каком кверху, как муж с женой четверть века спустя, — грубовато ответил Герман. — Равнин за тобой пошел бы туда. Для начала отыскал бы, а после прилюдно кремировал. Колька перевел дух. — А вообще запомни. В делах нашего отдела прокол частенько, не сказать всегда, означает смерть. Причем не то, которое потом в газете на боевом посту напишут. Красивую и героическую, а очень и очень нехорошую. — Специфика-то у нас вон какая. — Веско сказал Герман и выкинул окурок в урну, стоящую на крыльце. — А по жизни молодец. Хоть и дрейфил, но пошел за товарищем. Будет из тебя толк, если выживешь. — Да я и не дрейфил вовсе, — буркнул Колька. Но Герман только потрепал его по плечу, коротко хохотнул и ушел в дом. Колька тоже достал сигарету, размял ее в пальцах и чуть не улетел в сугроб. Дверь резко распахнулась, из нее вылетел багровый Пал Палыч. — Палыч, ты чего? — Колька даже сигарету выронил. — От тебя прикуривать можно. — А? — Пал Палыч посмотрел на молодого коллегу и ряпкнул. — Прикуривать! Ты давай вообще курить бросай. Набрался, понимаешь, где-то всяких этих привычек вредных. Вон, кардиохирурги чего говорят. — Уже устали всем объяснять, что это вредно. Они знают свое дело. Брысь на пост номер один! — Меня ругают, значит, я существую. — пропормотал Колька когда-то и где-то услышанную фразу и побрел в дом. Прошла неделя. Потом еще одна. Колька потихоньку обживался в маленьком особняке в глубине Сухаревки, и хотя его все еще не брали на выезды, а их за это время было целых пять, и это не считая того, что оперативники постоянно куда-то мотались поодиночке, чужим он себя больше не чувствовал. На следующий день после выволочки Равнина он нашел на своем столе дежурного целую стопку старых дел, датированных еще сороковыми годами прошлого века. Кто ее ему принес, он так и не понял, но то, что надо их прочесть и сделать какие-то выводы, смекнул. Правда, еще был вопрос, почему ему дали дела именно сороковых годов, но тут на помощь пришел Тит-Титыч. — А это не коренька, потому что в те годы, что до войны, что после нее, какой только нечисти на нашу землю не принесло, — пояснил он. — Ишь ты! — Колька тряхнул верхней папкой и чихнул от поднявшейся пыли. — А что, Гитлер и нечисть на службу призывал, что ли? Я думал, что такое только в дешевых боевиках бывает. — Нечисть и нежить! Никто добром служить заставить себе не может, — назидательно произнес призрак. — Ну, кроме такой же нежити или сильного колдуна. Но колдун ее сможет преневолить только до тех пор, пока произнесенные им заклятия держатся. — Значит, Гитлер колдун был, — подытожил Колька. — Я так и знал! — Бум! — в голову ему прилетел маленький валенок. — Правильно, а не кушка. Титтитыч меленько засмеялся, как будто монетки рассыпал. — Самый сильный колдун, о котором я слышал, Серендир Валахский, мог сковывать упыря заклятием не более чем на три часа. А уж ему-то сил было не занимать. — А ты, говоришь, — на службу. — А как же тогда, — Колька потер лоб. — Почему? — Чуют дети темной стороны кровь. Тем более великую всегда чуют. А коли кровь будет, так и им пропитание сыщется. — Ах, сколько же тогда мальчиков и девочек из отдела полегло! Титтитыч пригорюнился и шмыгнул прозрачным носом. — Володечка Овсянников, Петя Швец, Роза Мейер, Гриша Стеклов — всех не перечислишь. — На войне? — тихо спросил Колька. — И на ней, да и после нее, — подтвердил Титтитыч. Марина Крюгер уже после нее погибла, а такие, как она, раз в сто лет рождаются. Любые заклинания распутывать и снимать умела, даже посмертные. А это только очень большим талантом под силу. Но вот не убереглась. А что случилось-то? Странное дело. Колька вдруг почувствовал некое родство с этими людьми, которые ушли из жизни задолго до его рождения, и от которых сейчас остались только имена, да еще документы в этих старых папках на столе. Но он знал, что они были для него своими, даже несмотря на то, что он их никогда не видел и не увидит. На Западную Украину она отправилась. Там ведьмак появился очень сильный. Детишек повадился таскать. За месяц три десятка душ загубил. И поехала-то она. В отделе не было никого. На нее его и оставили тогда. Я ей говорил, не надо. Подожди день-два. Ребятки с задания вернутся. Да и не дело двери этого дома на замок закрывать. Но она упрямая была. Ей же всего двадцать третий годок шел. Все вы в этом возрасте. Все такие. Как так? Кричит. А если он тем временем еще чего натворит? И уехала. И? Колька даже дышал через раз, уставившись над Титыча. Ведьмака она, похоже, нашла. Детишки потом не пропадали. Но вот сама не убереглась. Погибли они все. И сама Мариночка. И два офицера, что с ней были, сопровождали ее, стал быть. Как потом Житомирскому объяснили, он тогда отделом руководил, на деревню, где они заночевали, набрел отряд каких-то вражин недобитых. Они от них до конца отстреливались. Но куда там? Этих поганцев почти полсотни было. Сначала офицеры погибли. А после Мариночка себя вместе с врагами гранатой подорвала. А может, и не гранатой. Может, заклятием каким. Она ведь много чего умела. Хотя молодая совсем была. Раздался-то поток. И в руки Кольки ткнулся пухлый альбом с застежками. А Никушка смотрел на него строго и махал лапками, мол, листай. Продолжение следует...